Эти мальчики в свои неполные 13 лет в игрушки не играют, а из деталей конструктора сейчас соорудят не домик, не машинку, а мобильную платформу. Семиклассник Коля признается, из лего можно сотворить все, что угодно, если знать простейшую механику и азы программирования. Я смотрю на картинку, которая вот тут на экране, и собираю. Коля уже три года занимается кванториуме, но IT-куб это принципиально новое слово. Тут простора больше именно тем, кому интересно программирование, а мальчик этим едва ли не живет. Тут материально-техническая база намного лучше, потому что вот тут не только 23-е конструкторы, но и уже утяжеленные, усиленные. В робоквантуме этого нет. IT-технологии это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Это теперь попробуют доказать педагоги центра. Здесь мальчики и девочки с 12 лет учатся навыкам IT, разрабатывают приложения, занимаются системным администрированием. Всего шесть образовательных программ, которые подобны шести граням в кубе. Отсюда такое название. А в этом зале дети развивают внутреннего программиста и дизайнера. Например, в специальной программе они создают дом своей мечты. Обустраивают здесь столы, диваны и, например, картины. А потом идут, надевают шлем виртуальной реальности и все бродят по своему идеальному миру. В просторных аудиториях уже есть оборудование, без которого невозможно развиваться. А если что-то непонятно, помогут преподаватели. Самое главное, отличие от всех остальных направлений, практика ориентированность. И это практика ориентированность с сегодняшнего дня. Образование, как правило, отстает. А вот в этом направлении не отстает. Это сегодняшний день. С учениками IT-куба пообщался и губернатор Владимир Владимиров. Прошелся по аудиториям, оценил первые результаты. В разговоре с детьми глава края признался, что мечтает воспитать на Ставрополе нобелевских лауреатов. И у школьников в этих классах есть все шансы. Это те компетенции будущего, которые нужны нашей стране, нужны нашим детям, ну, конечно, нужны нашему краю. Поэтому все это направлено только на одно, чтобы в будущем поколение Ставрополя, поколение Российской Федерации было конкурентным не только в рамках города, края и страны. Это мировая конкуренция. Ставрополье вошло в число 20 регионов, где такие IT-кубы будут работать. Кроме того, в этом году в крае открылись 70 центров образования «Точка роста». Таланту у нас в регионе голодать не дадут. Это значит, что в скором будущем стоит ожидать новых креативных специалистов, которые придут в мир со своими идеями и решениями. Джамиля Еврагимова, Константин Шеляпин, Ставропольское телевидение.